Алло. Слухаем о вас уважно, прошу. Алло, добрый вечер, Натаня, Киев. Хотелось бы узнать мнение ваше и гостя студии. Гостя зовут Андрей. Андрей, Андрей, я просто не сначала смотрю вашу передачу. Так, прошу. О наших людях, которых, политических деятелях, да, о которых в компании сейчас, как бы, высветились в офшорных зонах, да, вот. То есть, что будет дальше, потому что у нас, как бы, любой скандал начинается, потом тема прекращается, все заминается, и начинаются какие-то другие информационные. Ну, если вы хотите услышать мою точку зрения, я вам скажу, ну, откровение, наверное, я еще сколько работаю, 19 лет, в эфирах еще не говорил. Ну, смотрите, шило, как говорят, знаете, в мешке не утаишь. И потому человек, который идет с открытым забралом, да, на те или иные должности, он все-таки должен понимать, что рано или поздно об этих вот компаниях офшорных, о счетах, о лондонских квартирах, о количестве автомобилей, о количестве домов, квартир на сват, брат, кум, зять, все равно это будет известно. Понимаете? Вот человек должен не скрывать. То есть, понятно и дело, что, может, оно и неприятно, с одной стороны, что вот да, вот я там был там где-то там дотичный, там до тех, или иных, там, но все одновременно виявиться. Тому я, например, не знаю, не могу зрозуміти тих людей, которые идут у владу, а поверьте мне на слово, например, у меня очень много таких хороших знакомых, среди заступников министра, министры даже, но они не знают сегодня, что их через годину призначают на такие посади. Они, как минимум, знают это, ну, тижнів за три, это точно. Ну, заступник министра в мене є знайомий, який мені про це натякав за три тижні до того, як його призначили заступником министра. Тому, коли люди... Я думаю, що майбутній министр охорони здоров'я України ще не знає, що він буде министром. Ну, це нюанс, да. Але, як правило, так відбувається. І тому, десь, знаєте, щось таке крутити, воно все одно вилізе. Тому є один нормальний варіант. Це, якщо ви мене запитали. Треба отак от виходити і говорити. Значить, шановні, да, українці, я займався бізнесом там стільки-то, стільки-то років. В мене такі-то, такі-то були статки. Зараз я бізнесом не займаюсь, тому що я не маю на це законного права. Викладацька діяльність наукова, да, депутати, наприклад. Творчо. Творчо, ну, да. В мене є те-то, 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 те-то. Я заробив стільки-то, 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 стільки-то. Зробив так-то, 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 так-то. будучи бизнесменом, за для того, чтобы не сплачивать податки, потому что податки у нас катастрофичные, я открыл там три офшорных компаний. Сейчас я буду на посадке, если я буду, я перегляну этот погляд, або не перегляну этот погляд на эти вопросы. Все, тебя не поддерживают, значит так, поэтому и быть. Поддерживают общество, значит ты с таким багажем и работаешь. Все равно все вылезет. И как практика, пана Андрея, свечет, вылезет. И что до пана Порошенка вылезло, и что до пана Путіна вылезло. Я так думаю, в Росії там очень много чего вылезло. В кого эти офшорные компании есть? Потому что это методология работы всего света, всех сильных миру, всего. Это не только Украина. В чем принциповая разница? В том, что в Украине есть наслідки. Ну, принаймні, этим людям доводится виправдоваться. Виправдоваться, да. Треба выходить и потом. Мы с вами можем только как-то побить об заклад, что будет с Данилюком далеко. Чи залишится он министром, чи не залишится. Ну, это как раз в том контексте и запитание было. В Росії теж зарештовывают корупционеров. Но, например, после того, как появился фильм Навального про прокурора Чайко, появился и там за неделю, или за несколько дней, там 2 миллиона переглядов. Ну, появился и появился. Нема такой проблемы в информационном поле. Тобто, звісно, что в Украине все более-менш прозоро. Инша справа, что... Да, и очень тяжело так залишить ситуацию без реакции. И это один из добутков... Ну, одна из особенностей украинской политической системы. И один из добутков и первой там помаранчевой революции, и, конечно, 13-го революции. И, ну, так, что... Ну, вы погоджуете, что, ну, так, ну, я не знаю... Я погоджуюсь с тем, что в Украине должна быть другая податковая система, чтобы сюда все инвестиции, которые сейчас текают из России, а из России капитал текает, потому что люди, понимая, что... Самцы бьют? Что бьют. Не так, чтобы очень катастрофично, но бьют. И люди просто понимают, что у этой страны немае майбутнего. И вот, чтобы эти капитали текали... В Украину? В Украину. В Украину. А чему не текают сюда? А чему бедный? Бо дурный. А чему дурный? Бо бедный? А вы знаете, мне кажется, что бедные подекуди тому, что кто-то надто розумный. И еще и такие, уже такие новичные, бачите, интерпретации. Кто-то надто розумный, а другие не дурные, но бедные. Бо кто-то надто розумный, кмитливый, знаете, такой... Но он разумный только для себя. И через это он богатый, а другие все бедные. И другие все теперь, знаете, из Украины... Еще одно вопрос. Сейчас новый Кабмин, ну формулировался, или может быть, сформулировался новый Кабмин. Так. Украина индустриальна краяна. И в этом Кабмине немае люди, которая бы занималась проблематикой индустрии. Она бы занималась проблематикой индустриальных районов. Она бы занималась высокими технологиями. Все эти иноземные, крутые такие радники и министры, которые и были, и сейчас будут, Они, как правило, за своим походжением инвестиционные банкиры. То есть они очень хорошо понимаются на проблематике всяких мильных пузырьев финансовых, куда нужно как гроши перекладать. Это очень хорошо. Как из воздуха их сделать? Абсолютно. Но кто бы из них понимал, что на проблемах космической галузи, которую Украина сейчас втрачает, почему почти никто не говорит? Ни кто не говорит, что Россия, которая такая беспорадная, и такая ординская модель управления, и все таки жахливая. Но сколько из Украины за последние два года переезжало в Россию не просто фаховцов из высокого индустриальных сфер, из оборонки, а цели коллективы тякают туда, и там им эта зла, жахливая ординская, российская держава створює умови для работы, даёт квартиры, и они теперь працюють на благо российского ВПК, российского космоса. Вы мне скажете, что после того, что Илон Маск из своей ракеты обнулив Роскосмос, ну в будь-якому разі, знаете, поки товстий схудне, то худий сдохне. Ну так отож. Пане Андрій, дякуємо за цікаву беседу. Будете в Києві – заходьте. Дякуємо за активність всім нашим глядачам. Я лише нагадаю Андрій Окара, російський політолог, політтехнолог, директор Центру Східноєвропейських досліджень, був гостом передачі «Столиця». Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Ще раз щиро дякую вам усім за активність, щастинам усім і до зустрічі завтра. Дякую. 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 Дякую.